Продолжение следует... Мы говорили по высшей степени важному вопросу о критериях истинности богопознания или духовного опыта. Напоминаю вам еще раз, что сейчас этот вопрос приобретает особенную остроту и важность. Вопрос, с которым вы столкнетесь так, что, дай Бог, вам выдержать. Я уже говорил, что вот этот старец Порфирий Кавса-Калевит, он в Греции уже святой. Уже вот-вот его канонизируют. Видите, какая у него сладость. Какие состояния. Он весь в любви к Богу. Он отрицает в то же время необходимость борьбы со страстями, со злом, с немощами. На этом пути любви к Богу он достиг того, что видит все откровение, апокалипсис, так точно, как все было. Помните? Ему старец помимо своей воли передает ему дар прозорливости, дар молитвы. Вы слышите? Я узнавал. Это в Греции уже, уже. Он уже святой. Вот-вот его канонизируют. Поэтому вопрос о том, по каким же признакам мы можем судить о том, истинный – это духовный, истинный – это путь или ложный, прелесть – это или святыня. Приобретает в наше время это... Я не могу уже... У меня нет слов, чтобы сказать, на какую важность и остроту. Я вам в прошлый раз называл целый ряд этих признаков. Признаки, которые ни в коем случае нигде абсолютно не присутствуют у этого Порфирия. Их нет. Последний я вам приведу пример с тем, чтобы мы с вами могли потом уже пойти дальше. Представьте себе. Вот стоят два здания. Оба великолепные и прекрасные. Высокие, отделанные. Ну, все, что угодно. Одно из них стоит на твёрдой скале. Другое поставлено прямо на земле. Вот приблизительно то, о чём мы с вами сейчас говорим. Вы знаете, что вот эти все внешние проявления – радость, любовь, как кажется. Как он говорит, как я люблю Иисуса Христа, люблю Бога Матерь. Вот это вот такое, знаете ли, восторженное состояние. Вот это, если хотите, отсутствие вражды к людям. Вы слышите? Отсутствие какой-либо вражды к людям. Добрые ко всем отношения. Все внешние признаки. Вы слышите? Все внешние признаки, которые неотличимы от признаков, почти неотличимы от признаков истинной святости. Одно из этих зданий, одни из этих признаков являются следствием верного духовного опыта. Другие являются следствием, прямым следствием ложного, совершенно ложного опыта, который приведёт к чему? У Макария Великого есть, я вам скажу, слова, на которые мы должны обратить самое тщательное внимание. Он говорит, я знал таковых, которые достигли даров прозорливости, чудотворений и прочих благодатных, как кажется, состояний и даров, и которые затем, затем погибали, бросались в сухие колодцы, головой вниз и прочие всякие вещи. Вы слышите? Оказывают, эти все внешние признаки, на которые так падки люди, знаете, вот эта толпа, а лучше сказать, люди невежественные совершенно в духовном отношении, совершенно не знающие святых отцов, так падки. Он прозорливый, я вошёл к нему, он мне сказал всё. Как мне звать, кто мои родители, с чем я пришёл? Всё! Всё! Вы слышите? Сражён сразу человек, бедный человек. Чем его можно сразить? Какой глупостью! Пример, который я вам сейчас привожу. Два здания, внешне совершенно одинаковые, но одно из них построено на прочном камне. Вот того, о чём мы с вами говорили. Познание себя, познание своей немощи, видение своей греховности, понимание того, о чём Макарий Великий писал. Писал в своей молитве и говорил, да. «Николи же сотвори их благое пред тобою» – одно состояние. В святые оплакивали добродетели свои, как грехи. Вы подумайте, мы это себе и представить даже не можем. Мы даже не знаем. Вот я говорю эти слова, и что у нас за ними стоит? Что в нашей душе отражается? Чтобы я свои добродетели добрые дела оплакивал, как грехи. Вот фундамент. Говорит, всё святоотеческое наследие, вы слышите? Всё священное предание церкви, опыт Духа Святого, а не что-нибудь. Вот говорит, где истина. И другой, вот прямо рядом стоит, вот через дорогу, построенный прямо на земле, без этого твёрдого камня. Радость, благоговение, любовь ко всем и к Богу, и так далее. И дары, если хотите даже, всё построено прямо на земле, на глине. Первое же – вот мороз, и начнёт колебание. И всё здание летит в пух и прах. Ради Бога, учтите, друзья мои, это. Мы сейчас о чём только не говорим. О какой миссии церкви мы говорим? Боже мой! О проповеди там, и там, и там, и там. Всюду мы должны сейчас, всюду идём. Всюду – в школы, в медицины, в армию, в тюрьмы, в народ. Всюду идём. Кто идёт? Говорю, мы идём, в церковь идёт. Кто в церковь? Он, вот, вот, идёт. Поговорите с ним. Кто идёт? Не смешивайте внешнюю деятельность церкви с внутренним состоянием. Я могу быть человеком наполнен всеми страстями. Вы слышите? Всеми страстями так и могу идти и проповедовать. Помните, в Евангелии страшные слова? Что мы обходим моря и суши, чтобы обратить хотя бы одного. И, обратив его, делаем злейшим себя. Я не помню, во сколько раз. Вы слышите? Как будто вся задача состоит в том, чтобы человек уверился, поверил в Бога, стал ходить в церковь. Вы же понимаете, что можно ходить в церковь? Колдуны ходят в церковь, вы знаете? Колдуны ходят с крестами на груди. Что вы не видели? Ходят. На себя вешают. Иконы вешают. Заставляют людей читать, даже молитвы читать. Являясь колдунами даже, даже колдунами. Вся суть, друзья мои, понимания духовной, основ духовной жизни. Вы слышите, чем понимание? Я не говорю, что мы святыми. Мы головой хотя бы должны понять, где истина, а где ложь. Так вот, эти вот книжки, которые вот нам сейчас суют и продают, потому что их народ разбирает, да, эти книжки свидетельствуют нам о том, как легко подменить Бога его противоположностью. Надо знать, на каком основании построены все вот эти явления. Слышите? Чудотворение, прозрение, да, эти сладости, ощущения, любовь, переживания все эти. Не обращайте на это особого внимания. И людям скажите, из какого источника исходят они? Из чего они исходят? Из познания того, ради чего пришел Христос? А ради чего Он пришел? Спасти нас от страшной поврежденности нашей природы всей, которая проявляет себя в наших грехах, в наших страстях, в наших эгоизме, в нашем... Особенно обращаю ваше внимание. Когда мы говорим о сравнительном опыте духовном, главная характеристика, знаете, какая? Запомните, ради Бога, сластолюбие или сладострастие. Духовное сладострастие. Весь в любви горит. Учтите, как бывает телесное, так бывает духовное сладострастие. Игнатий Вричинов по этому поводу прямо очень сильно пишет, обращает на это особенное внимание, подчеркивает это, что весь, кстати, вот западный, вот этот путь, это этой любви, забыв о заповедях Божьих, только любви, весь наполнен чем? Откровенным сладострастием. То есть, стремлением к чему? Вот к этим сладостям, этим достижениям, этим благодатным дарам, если хотите, к высшему из них любви. Стремятся к чему? К 101 этажу, не построив и даже не зная о том, каким должен быть фундамент. Ещё раз напоминаю вам, друзья мои, что делание покаяния не имеет окончания до тех пор, пока мы живём на земле. И если оно вдруг окончилось, это первый признак, страшный признак заблуждения, духовного заблуждения. Потому что мы повреждены, мы все греховны, вот, и не может не быть покаяния, если я вижу, вижу, я не могу не лечиться, если я вижу, что я болен. Ну-ка, покажите мне человека. У которого боли, боли, слышите? Не только болезнь, но и боли. Чтобы он всюду ко всем не обращался, что мне сделать? Найдите вот такого человека. У него боли, и чтобы он не просил, не искал средств. Найдёте? Нет. Ко всем будет обращаться, кому угодно будет обращаться. Почему? Он чувствует болезнь и боль. Так точно и в духовной жизни нашей. Первый признак, что человек стоит на истинном пути, он видит боль от мучающих его вот этих всяких страстей и страстишек. Эту болезнь видит в себе. И поэтому, видя это, он действительно кается, прибегает к Богу с молитвой, обращается к Нему. И Господь своей благодатью утешает, умиротворяет и по мере смирения нашего постепенно освобождает нас от этих болезней. Слышите? По мере смирения нашего. Запомните замечательные слова Исаака Сирина. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради неё, а рождающемуся от них, то есть от стремления к осуществлению добродетелью, от этого труда, а рождающемуся от них смирению. И если его не будет, напрасно всё. Слышите? Напрасно всё. Этого Порфирий не понимает, противопоставляет путь борьбы, путью любви к Богу. До какого ужаса мы дошли! Вы слышите? Вот катастрофа! Я вам скажу, что вот этот знак, что этот старец Порфирий, является уже святым, можно сказать, в Греции, теперь у нас распространяется, продаётся в наших церковных лавках, так, что на него уже люди клюют, что называется и разбирают. Первый признак того, куда мы ушли, в какую тьму. Я вам скажу, вся внешняя деятельность церкви – ничто будет. Вы слышите? Нуль! Если мы этого не поймём. она ничего не даст. Потрясающая деятельность внешняя была в Израиле во времена Христа. Вся эта внешняя – и распяли Христа. Потому что искали не истины, не Бога. Искали совсем другого. Вот так, друзья мои. Так, запомните этот образ. Может, он вам пригодится. Два здания совершенно одинаковые, прекрасные. Только одно построено действительно на твёрдом камне, другое построено прямо на земле. Мороз начинает вспучивать почву, и всё здание полетело. И все, кто в нём, погибли. Вот таковы эти книжки типа типа вот этого Борфирия, типа второго, что я вам сказал, молитвы Иисуса. Помните? Со скоростью. Каждую в секунду молитву Иисусу. Да, нужно читать отчётливо, громко и быстро, так, чтобы дьявол не успел проскочить между словами. Какой юшес! До чего докатиться! До какого безумия! Безумия! К какому Богу мы обращаемся? К какому? Скажите, к Богу мы обращаемся? Мы к человеку даже не можем так обратиться, с такой скоростью читая, нас выгонят тут же, а тут к Богу, которому надо с величайшим благоговением, сокрушением, со страхом Божиим, с покаянием обращаться. Мы это с такой скоростью в секунду Господи Иисусу имена, Господи Иисусу имена, бл 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 бл! И это называется молитва. Пожалуйста, он продается, сходите. Наставник молитвы Иисусовой. Какое издевательство! За один вдох-выдох 100-200 молитв. Карикатура какая! Теперь вы поняли, что такое незаметное принятие Антихриста? Поняли теперь? Надеюсь, теперь вы поняли незаметное принятие Антихриста. Наставник молитвы Иисусовой. Быстрей, быстрей! Быстрей, быстрей произноси, чтобы у тебя молитвы ни на грош не было. Путь любви к Богу, а не борьбы со страстями. Поняли? Вот чего не понимают современные люди. Борются с ИННами, с паспортами, с переписями. Бедные люди. С чем борются? Вот он, где Антихрист. В такой молитве, в таком духовном пути. Вот где принятие Антихриста. Причем незаметное. Под флагом чего? Под флагом святыни. Наставник молитвы Иисусовой. Святой старец Порфирии, Кавса Калевит. Вот где мы идем по пути Антихриста. И уже вы слышите? Идем. Эти книги продаются. Где? В светских магазинах? В монастырях. Не говорю уже о церковных лавках. О, какое незаметное! Вот так, друзья мои. Это я вам делаю исключение из прошлой нашей с вами встречи. И обращаюсь опять к этому почему. Еще раз вам говорю. Это главнейшая тема, если хотите, всего нашего курса. Я бы сказал, может быть, всей семинарии. Главнейшая тема. Я не знаю, сказал ли я вам самое главное или нет, но я постарался сказать то, что действительно нам важно знать. То, что я говорил, это учение святых отцов. Избавь Бог, чтобы это было мое. Святые отцы говорят, а не кто-нибудь с величайшим благоговением мы должны обращаться к Богу. С величайшим благовением, покаянием, со страхом Божиим. Как пишет святый Игнатий, даже с остановочкой небольшой произнося каждую молитву, мы припадаем к живому Богу. Вот что святые отцы говорят. Почитайте это о Порфирии. Вы нигде не найдете ссылки даже на святых отцов. Скажите, откуда у тебя, голубчик, ты взял это? Откуда? Он не знает, откуда. Хотя это точная копия тех западных аскетов, о которых наши святые говорили, как о сумасшедших. Точная копия один к одному. Вся Катарина, вся Тереза, вся Анжела, все в любви к Богу. Доходя до пределов полного безумия, уже он становится супругом, а не только Богом. Всё, предел мечтаний. Больше уже ничего не нужно. Вот так, друзья мои. Это вот те некоторые, некоторые, я вам говорю, важнейшие признаки. И, конечно, хорошо было бы, чтобы вам по нравственному богословию ещё об этом вы почитали эту тему. Я думаю, более пространно могли бы обратиться и проанализировать этот вопрос. Это главнейшее. Религия превращается в ничто, когда там нет понимания основ духовной жизни. Слышите? Ничто. Вы слышите? Ноль. Весь этот культ, эти торжественные богослужения, наши всё, всё, все торжества. Ничто. Но, если мы не понимаем, не понимаем основ духовной жизни, не понимаем вот этих признаков, по которым можем судить, идёт ли здесь духовная жизнь или идёт чистейший самообман. Я говорю не просто о религии, в данном случае я говорю о христианстве, о православии. Вот как незаметно можно пойти совсем в другую сторону. То есть, пойти по пути принятия Антихриста. Если бы греки сейчас это услышали, это было бы что-то невероятное. Знаете, какой был бы вопль? Эти стены бы разрушились бы тут же от негодования. Как же Порфирий в прелести! Вы что? Ты сам в прелести! А мы на себя не берём смелость. Мы только сопоставляем, что говорят святые отцы и что говорит он. Что говорят святые отцы о молитве и что говорит этот Харлампий. Святые отцы, судите их, пожалуйста. Мы только медные трубы с вами, которые передаём этот голос. Дай Бог передавать нам голос святых отцов непогрешительно. Вот это в высшей степени важно. И обращаю ваше поэтам особое внимание на творение святителя Игнатия Бринчнинова. Я вам скажу, никто так точно, так концентрированно, настолько применительно к нашему духовному времени, времени нашего вот этого духовного состояния, не передал святоотеческого учения, как он. Вы слышите, никто так не передал. С такой точностью. Это поразительно. Почитайте Валаамского старца Иоанна. Даже он там сравнивает Феофана и Игнатия. И это сравнение какое. Говорит там он, например, о тем авторе Сюлана Афонского, этот Сафроний, Сахаров, как он там пишет, этот Валаамский старец Иоанн. Я его, было, начал читать, но не стал. И называет еще несколько имен Валаамских старцев, которые не стали даже читать. Не стали дальше читать. Открыв, почитав, не стали даже читать. Вот чувствовали. Действительно, как опытный человек, да, вот, который великолепно разбирается в винах, попробовав, сразу скажет, это чепуха, что вы мне подсунули. Ему не надо никаких авторитетов. Он сразу скажет, так они сразу почуяли ту прелесть, которая присутствует в его трудах. Попробуйте вы сейчас сказать о Сафронии такое. Это я вам говорю по секрету. Съедят живьем и вас тоже со всеми потрохами и со всем вашим Осиповым. Если вы его еще слушаете, Сафроний и Сахаров. Это то, что Порфирий в Греции – вот беда-то. Как все это идет тонко. Это сладость, которая там, это сладострастие, которое сидит в греховной природе человека, как она подкупает людей. Святые отцы убираются в сторону. Да, да, мы признаем, признаем тебя, Макарий, только ты помолчи, постой на полке. Да, все убирается. Так что, друзья, учтите, повторяю, я уже много раз надоел, наверное, вам, что мы сейчас вступили в эпоху, в эпоху ту, которая тысячу лет тому назад началась в Римской Церкви. и когда стали следовать новым учителям, лже-учителям, оставив святотеческий опыт истинного богопознания, опыт первого тысячелетия. Бойтесь сейчас. Очень осторожно относитесь, критически относитесь к этому. Ну, хорошо, друзья мои, это, так сказать, некоторое резюме, резюме после лекции о критериях богопознания или о критериях правильной духовной жизни. Вы запомните, пожалуйста, кое-какие вещи. Не важно, то есть, для вас лично это важно, но для вашей для вашей пастырской работы или общественной церковной работы в конце концов даже не столь важно, какими будете вы. Не столь, я говорю, важно, но не столь. Очень важно, какие мысли вы будете говорить людям. На это надо обращать основное внимание. Религия – это связь с Богом. И эта связь осуществляется только во внутренней духовной жизни человека. Повторяю вам, что сами богослужения – это есть только место, время и средства к общению с Богом. Кого? Тех, кто приходит на это богослужение. Богослужение совершается внутри души человеческой. Служить Богу может быть только личность. Когда хор поёт и не думая о том, что он поёт, когда чтец читает и совсем даже никакого внимания нет к тому, что он читает. Также священнослужитель, который, если совершает без внимания и благоговения, нет у него богослужения. Служение совершается в душе каждого человека. Как бы это нам усвоить? Ну, хорошо, друзья. А теперь я опять возвращаюсь к той же теме. Эту тему закончили. Закрываем. И теперь мы перейдём к вами с вами к вопросам, носящим такой уже, как принято говорить, богословский характер. Богословский. То есть, когда у меня работает в голове компьютер, душе моей это, душе моей это почти не касается, это и есть богословие. Души нет, сердца нет, ничего нет. А вот мы головой соображаем, вращаются там шарики какие-то, крутятся, да, что-то запоминают, что-то фиксируют. И всё. Ну, давайте, что ж, позанимаемся и этим немножко. Ну, кое-что... И знаете, почему позанимаемся? Я бы не стал даже и говорить об этих вещах. Но позанимаемся по той простой причине, что те люди, с которыми нам придётся встречаться, они в большинстве своём случаев, по крайней мере, очень часто, находятся на уровне вот этого компьютерного сознания. И на их поле нам придётся разрешать многие задачи и трудности, которые стоят на их пути ещё пока чисто умового принятия Бога, принятия христианства. Я, поскольку встречался с такими людьми уже неоднократно и знаю, как сейчас бывает очень важно просто разрешить их, я бы сказал, логические недоумения. Чисто недоумение, чисто рационального порядка, с тем, чтобы затем, они, поняв это, могли уже обратиться и к проблемам действительно религиозного характера. Вот так. Итак, о чём ещё несколько слов сегодня поговорю, об этом мы с вами уже, по-моему, говорили о христианском понимании Бога. И затем мы с вами пойдём. Я сразу вам лесенку говорю. Мы говорим о христианском понимании Бога, Бога любви, Бога Троицы, о христианском понимании Логоса, в стаицизме, в филон Александрийского. Так, эти вот центральные понятия, связанные с Богом и со Христом, как таковым. Затем поговорим о спасении, о спасении. И здесь уже соприкоснёмся непосредственно с понятиями, с одной стороны, греха, от чего спасение, с другой стороны, самого Господа Иисуса Христа, что Он сделал для нас. Потому что мы говорим всё «спаситель, спаситель», а что Он сделал? Что Он сделал для нас? В чём сущность Его жертвы? От чего Он нас избавил? Что Он нам дал? Что Он дал человеку? Это вопросы важнейшие, которые нам надо просто именно понять по существу. Не поняв их, не поняв эти вопросы, мы ничего не сможем сказать и о том, что такое христианство по существу. Вот так. Это примерно такая цепочка, по которой, я надеюсь, мы с вами сейчас пройдём. Итак, сегодня о Боге. Напоминаю вам, вы уже с этим, я думаю, были уже достаточно знакомы, возможно, что христианство открыло миру то, что было закрыто. Закрыто от него. Не знал мир. Самые сути, если хотите, сущности того, кто есть Бог. Некоторые внешние, более поверхностные ступени только были открыты. Богу как Творца, Богу как Премудрость, Богу как Справедливость, как Правду. Это предел. Христианство, обращаю ваше внимание, открыло потрясающую совершенно вещь, что Бог, оказывается, является, во-первых, природой всего существующего, то есть самой сущностью всего. В глубине всего – это Бог. Бог есть природа всего существующего. И эта природа какова? Любовь. Это поистине потрясающее открытие, которое сделало христианство миру. Оказывается, природа всего существующего. То есть, чего существует? Прежде всего, человека, человеческого существа, окружающего всего мира, животного, растительного, космического. Уже древние, вы знаете, удивительное дело, что даже некие древние философы и то говорили, знаете, о чём? О симпатии планет, например. Вы можете себе представить, что такое симпатия? Вы понимаете, что это такое? Сочувствие. То есть, влечение друг к другу. То есть, о любви. Говорили, почему же мир всё остаётся таким же? Оказывается, существует симпатия. Понимаете? На что намёк? Идея-то какая – любовь. Уже эти были так интуитивно, это чувствовали. Видели эту симпатию в чём? Потрясающей красоте этого мира, как Пифагор назвал мир. Космос, красота. Вот оно, оказывается, что составляет суть. Любовь – это симпатия, она же есть и красота. Христианство заявило об этом не как намёк, не как домос, не как идею какую-то, а заявило о том, что Бог есть любовь, как самое важное учение. Это так, вот сказала христианство, и больше никак. Только так. Более того, скажу, более того, самые сильные вещи. Бог – справедливость? Нет. Нет? Да, нет. Если бы Он был справедлив, мы бы и мига не просуществовали, а должны были бы погибнуть. Что нет в нас никакой правды. Должны быть уничтожены. Об этом пишет Исаак Сирин, об этом пишет Иоанн Златоуст. Да и за, собственно, всех тот же Макарий Великий николи же сотворих благое пред тобою. Какая справедливость! В первый рай входит разбойник. Какая справедливость! Вы что? Любовь! Вот кто есть Бог. Вот это, я вам скажу в полном смысле слова, беспрецедентное заявление. Ни одна религия никогда этого не знала. Это потрясающее открытие в мире человеческом. И вы знаете, с каким трудом оно существует в нашем человеческом мире. Не хотим мы это. Не можем мы понять это. Я уже говорил вам, что в диалоге с мусульманами какое несогласие в этом плане проявилось. Они настаивают справедливость. Бог есть высшая правда. Аргумент, помните, я вам говорил, какой самый сильный. А как же тогда быть? Что ж, злодей и праведник будут иметь одну и ту же участь? Это что такое? Какой же это Бог? Не могут этого понять. Но мы-то о чём говорим? Любовь совсем не означает одинаково действие по отношению к тому, кого любит. Всё зависит... Это действие зависит от чего? От состояния любимого. Помните пример? Туберкулёзного на курорт с остроаппендицитом на операционный стол. Одна и та же любовь. Одна и та же любовь. Потому что она ищет благо, ищет спасение человека. А не просто ласки. Вот это, друзья мои, первые и, я бы сказал, беспрецедентные открытия христианства. Вот. Вопрос. Один из вопросов, которые обсуждаются и с которым вы столкнётесь, это как же быть тогда на наказаниях Божиих? Бог может наказывать или нет, если Он любой? Всё зависит от того, какой смысл мы вложим в слова наказания. Родители могут наказать своих любимых детей? Ну, конечно. А почему же? Как же не могут? Не только не могут. Должны. Именно потому, что любят. Если б не любили, а плевать как хочешь. Наказывать для чего? Потому что, ища пользы. Потому что любят. И потому наказывают. Ещё раз повторяю. Только потому и наказывают, что любят. Вот в чём дело-то. Вот. Но вообще, очень часто у нас слово наказание ассоциируется с какой-то местью. Как преступника, например, наказывают. Как его, допустим? Ну, хорошо, сейчас просто в тюрьму там сажают. А то ведь наказывали как? Так, и плётками, плетью. Я вам рассказывал, как в Саудовской Аравии сейчас там наказали. Их был человек 400, что ли, европейцев, мужчин, женщин, которые вздумали там устроить какой-то бал, пили вино и танцевали вместе. Решение очень простое. Всех этих мужчин плётками, плетью. Поскольку плетей там точно, я не знаю, но это по радио объявляли. так, чтобы им запомнился этот бал. А то могут забыть же. В отношении женщин, правда, ничего не было сказано. Ну, наверное, тоже найдут, что. Вот так. Одно дело – наказание, как месть своего рода. Понимаете ли, в чём дело? А другое дело – наказание, как средство, с помощью которого оказывается помощь человеку в его жизни, в его воспитании. Так вот, если понимать наказание, как месть, у Бога нет этого. Потому что у Бога только любовь. Знаете, однажды мне пришлось даже на лекции публичные поставить такой вопрос. Так сидело довольно много народу, несколько сот человек, я задал, ну, риторический, конечно, вопрос, потому что не будет же весь зал отвечать. Как вы думаете, кого Бог больше любит всё-таки? Божья Матерь? Честнейший Херувим? Или Антихриста? И заколебался зал. Действительно, кого же больше Он любит? Антихриста? Да вы что, с ума сошли? А какой любви может быть к Нему? Правда же? Вот так вот тут сразу. Ну, пришлось мне отвечать, потому что если все насчёт 400 человек кричать, правда, что будет? Да. Ответ одинаково любит. Никого больше. Одинаково. Просто одинаково. Вот, если хотите, лакмусовая бумажка, по которой мы можем попытаться понять, что такое, звучит в наших словах, когда мы говорим, что Бог есть любовь и только любовь. Одинаково любит. так же, как мать любит, любит, если хотите, и самого здорового ребёнка, и самого больного ребёнка. Одинаково любит. Даже если, поскольку касается человека, мы скажем, что больше внимания обращает на самого больного, но любит-то всех одинаково. Одинаково Бог любит и Антихриста, и Пречистую Деву Марию. Так вот, поэтому, когда мы говорим о наказаниях Божиих, то мы можем говорить только об одном. Об одном. О промыслительных действиях любви Божией по отношению к каждому человеку. А каждый человек различен. Его духовное состояние различно. И действия эти промыслительные поэтому различны. Вы слышите? Вы учтите? Вот мы ещё... Я буду, конечно, повторять, когда будем говорить о стойках, о судьбе, о роке. Свою судьбу мы творим сами. Не Бог помимо нашей воли и сознания. Не Бог помимо нашего духовного состояния. То есть, невзирая на наше духовное состояние. Нет, нет, нет. Все действия Божьи, как величайшего врача, обусловлены нашим состоянием. Чем я болею? Туберкулёзом или аппендицитом? Печёнкой или селезёнкой? Вот это надо понять. Вот это вот, первые друзья мои, и очень важное. Хотя, должен вам сразу сказать, вот это мысль, которой мысль является Священного Писания, если хотите. Учение Отеческого вызывает решительное противодействие. Тут же вам укажут на Библию, сколько вам надо? Десять, двадцать, сто, двести, может быть, тысячу указаний в Библии, где сказано, Бог мстит грешников, Бог наказывает грешников и так далее. Что вы ответьте на это? Не надо нам отвечать. На это отвечают святые отцы. Причём с полной ясностью и не вызывающим никаких сомнений в словах. Вот мне, я вот всегда зачитываю, мне до того, мне нравится, что говорит, например, Антоний Великий пишет там, Иоанн Затауст, Кассиан Римлянин, другие отцы. Ну, просто, вы знаете, ну, приятно почитать святых отцов иногда, хоть на лекциях. Так-то ведь мы же читать не будем, правда, лучше почитаем какие-нибудь приключения. Да, уж не святых же отцов нам читать, потому что было бы слишком. А, кстати, вот Исаака Сирина я вам говорил, вот писал, «Не называй Бога правосудным, ибо правосудие его не познается на твоих делах. Сын его открыл нам, что паче он благ и благостен. Правосудие его не познается на твоих делах». Ещё бы, если бы на наших делах, то бы всё сразу в преисподней были бы. Ну, хорошо. А вот в отношении, значит, этих наказаний Божьих, то есть мести Божьей, поскольку мы находим в Библии сколько угодно. Ну, теперь уж придётся вам, сочувствую, конечно, вам, очень сочувствую, но придётся вам слушать святоотеческие высказывания святых отцов. Да. Ну, послушайте. Я шучу, что с этим. Да. Действительно, это интересно. Преподобие Антоний Великий пишет. «Бог благ и бесстрастен, слышите, бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недумевает, однако же, как Он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются и являются милостив к ним, то на сие надобно сказать, что Бог, послушайте, не радуется и не гневается». Видите, прямо против Библии пишут, представляете? Вот эти святые, все они такие. «Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит». Вы слышите? Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Интересная вещь. Обратите внимание. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, что Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снизкиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили. Вы слышите опять? Но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать, Бог отвращается от злых, есть то же, что сказать, солнце скрывается от лишенных зрения. Изумительно! Бог есть любовь и только любовь. Григорий Низкий, которого Седьмой Вселенский Собор назвал отцом отцов. Вот титул-то неслыханный и невиданный. Ибо что неблагочестиво почитать естество Божие подверженным какой-либо страсти, удовольствия или милости или гнева, этого никто не будет отрицать, даже из маловнимательных к познанию истины сущего. Никто не будет отрицать, что он пишет. Но это Сократ настоящий. Да только знаем, что отрицают все. Как это такое? Что вы? Встретите такие гневные проповеди, такие гневные возражения. Что вы? А он пишет, никто не будет отрицать, даже из маловнимательных к познанию истины сущего. Но хотя и говорится, что Бог веселится о рабах своих и гневается яростью нападший народ, потом, что он милует, его же още милует, также щедрит. Но каждым, думаю, из таковых изречений общепризнанное слово громогласно учит нас, что посредством наших свойств проведение Божие приспособляется к нашей немощи, чтобы наклонные ко греху по страху наказания удерживали себя от зла, увлеченные прежде грехом не отчаивались в возвращении через покаяние, взирая на его милость. Вот, оказывается, почему так говорится. Даже из маловнимательных и то, говорят, это понятно. А сколько, вы знаете, я читал кое-какие вещи с гневом, которые возражали против этого. В Библии написано, Бог наказывается, Бог гневается. Откуда это такая ересь, что Бог есть только любовь. Это просто поразительно. До какого примитивизма дошло наше христианское, кажется, сознание. Ну, ладно, мусульмане, они не знают Евангелия. Посмотрите, а здесь-то мы, христиане, не понимаем этого, что Бог благ и только благ и не изменен в этой своей плавности. А вот Иоанн Затауст даёт объяснение, почему же тогда употребляются в Библии такие слова святитель Иоанн Затауст. Это, знаете, у которых гром и молнии зверкаются, Бог вас накажет. Сколько угодно найдёте у него наказаний, да, и благоволений Божиих человеку. Так, что он пишет? Он пишет, «Когда ты слышишь слова ярости и гнев в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого». Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Вы слышите, что говорю? Чуждо всего подобного. И дальше послушайте ответ. «Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых». Ну, толстокожему человеку как довести? Почему тебе бывает плохо или хорошо? Чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых. Вы слышите, кто пишет? Какие отцы-то пишут? Никто не будет. Ну, еще это все восточные оценки, хотя одного западного зачитаю. Кассиана, римлянина. «Ибо один Бог творит все благое. Он обильно изливает всякие блага на достойных и недостойных». Ну, прямо по Евангелию, помните? Бог дождит на кого? На тех и на других. «Благо изливает на достойных и недостойных, поскольку не может быть ни огорчен обидами, вы слышите, ни раздражен беззакониями людей, как вечно совершенные и по природе своей неизменяемая благость». Некоторые, усиливаясь извинить эту пагубную болезнь души, речет о гневе, покушаются умалить ее непотребность при помощи непотребнейшего толкования Писания. Вы слышите? Оправдать хотят гнев при помощи непотребнейшего толкования Писания, говоря, «Не беда, если гневаемся на братьев погрешающих, так как и сам Бог воспламеняется гневом и яростью против тех, которые или не хотят знать Его, или, зная, не чтут как должное. Как, например, «И разгневайся яростью Господь на люди своя». Или как в другом месте, где пророк молится, говоря, «Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом ты накажешь и меня». И не разумеют они, продолжает Ян Кассиан, и не разумеют они, что вместе с тем, как через это дают людям свободу действовать по сей страсти на пагубу себе, еще и Богу беспредельному источнику всякой чистоты нечестиво приписывают нечистую плотскую страсть. Если эти подобные места Писания понимать буквально в грубом чувственном значении, то выйдет, что Бог спит и пробуждается, сидит и ходит, обращается к кому и отвращается от него, приближается и удаляется, и члены телесные имеет, главу, очи, руки, ноги и подобное. Как этого всего без крайнего святотатства нельзя буквально разуметь о том, кто по свидетельству Писания же не видим, не описуем, вездесущ, так без богохульства нельзя приписывать ему и возмущение гневом и яростью. Без богохульства нельзя приписывать. Под названием телесных членов и движений обозначаются божественные свойства и промыслительные у нас действия, которые мы удобнее можем понять. Вы слышите? Которые просто мы удобнее можем понять под всеми употребительными названиями очи означают Божие всевидение и всевидение, руки и ноги его творчество и промышление, мышцы, силу и вседержительство и прочее. Так и о гневе или ярости Божией. Когда читаем, должны разуметь то, разуметь то, не человекообразно, но достойно Бога, чуждого всякого возмущения. Именно под этим понимать, что он есть судья и праведный воздаятель за все неправоделаемое в мире всем, и устрашаясь при чтении такого рода изречений праведного наказания Божия, всячески остерегаться делать что-либо противное воле его. Видите, что это? К чему все эти слова? Чтобы мы и устрашались, поскольку находимся на каком уровне? Помните три делания? Рабское, наемническое и сыновнее. Рабское по страху хотя бы не делали. Наемническое будем делать добродетели, чтобы что-то получить от Бога. И только истинно сыновнее, когда мы делаем только потому, что мы относимся к Богу как к отцу своему, любеобильному отцу, и потому делаем как сыны, чтобы быть достойными этого отца. У Исаака Сирина есть хорошее слово, когда он говорит, Бог ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которые должны произойти от его действий. Вот это, друзья мои, ответ на один из таких весьма серьезных вопросов, с которыми вы обязательно встретитесь, вы учтите. У меня уже было немало примеров, когда людям очень трудно было понять, как это Бог не гневается, как это Бог не наказывает. Не сразу человек может прийти к этому. Мы привыкли считать высшим принципом жизни, что справедливость, то, что является, оказывается, низшим пределом, я бы сказал, нравственности. Бог есть любовь, причем неизменяемая. Вот это, я вам скажу, очень серьезное положение, которое дает нам возможность, обращаясь теперь к другому, дает нам возможность правильного отношения ко всем тем скорбям, которыми, с которыми нам приходится сталкиваться в своей жизни. Вы слышите? Совершенно другое понимание и отношение к тем скорбям, болезням, неприятностям, которые встречаются в нашей жизни. Вы слышите, до чего разные? Одно дело, когда человек разозлился на меня и что-то мне сделал. Вы слышите? Он разозлился на меня и мне это сделал. И другое дело, когда я знаю, нет, человек меня любит, и он это делает для того, чтобы помочь мне. Первое дело, чтобы что? Отомстить мне, досадить мне. Вы слышите? Второе, чтобы помочь мне, излечить меня. Один пронет ножом в ярости и злобе, а другой шприцом, чтобы обезболить мне, вылечить меня. Вы слышите? Как важно. Почему важно? Вы подумайте. Одно дело, когда мы воспринимаем эти скорби, страдания и полезни, как гнев Божий, как месть Божия. И тогда вы знаете, что я говорю? За что это мне, Господи? Он мой сосед или моя соседка? В тысячу раз хуже меня. Ну, сомнений же нет, конечно, хуже меня, что я лучше. И ничего. А я что? За что ты мне, Господи? Понимаете? Ужаснее эта вещь, когда мы воспринимаем все эти случающиеся с нами неприятности, как месть Бога. Нет у Бога мести. Всё, что происходит с нами, это есть следствие наших болезней, обусловленных в свою очередь чем? Нашими неправедными поступками. Вот это надо понять. Поэтому христианин во всех скорбях, вы слышите, христианин? Вот тут я сразу и узнаю, христианин я или нет. Во всем том неприятном, что встречается со мной, я сразу ищу причину где? В себе. Не христианин ищет где причину? Ага, ясно, кто виноват? Сразу и, наконец, находит он, она, оно. Вот по какому признаку сразу я могу судить, христианин или не христианин, или не христианин. Христианин обращает внимание на себя. Не христианин вот вокруг себя. Все действия Божьей, обусловлены моим духовным состоянием. И невозможно, чтобы что-то изменилось, прежде нежели не изменюсь я. Эта истина имеет колоссальное значение в плане социальной деятельности. Основная ошибка мира сего в чем состоит? Что видит причину всех нестроений в обществе, вы слышите? Как своего народа, своего государства, так и мира в целом. Основную причину в чем видит? Не так устроено. Вы слышите? Не так сделано, не такой строй, вот, не такие законы и так далее. То есть, все вне. На себя ноль внимания. Мир даже в голову не приходит, что надо на себя обратить внимание. Христианство говорит, нет. Дух творит себе формы. До тех пор, пока мы не изменимся, сами, сами ни на чем изменяться. Я и в массе, в народе ничего мы не сделаем. Только одних эксплуататоров поменяем на других. Одних кровопийцев на других кровопийцев. Только и всего. Только и всего. И ничего мы не изменим. Никакой лучшей жизни мы не дадим. И если это будет что-то, это эфемерное, быстро приходящее, обманное. вся суть во внутреннем нашем состоянии духовном. К чему мы стремимся? Боремся ли мы со своими страстями и грехами? Стремимся ли к Богу? Каемся ли мы или нет? Дух творит в себе формы. Вы знаете, как это много значит в социальной деятельности, в общественной деятельности, в проповеднической, если хотите, деятельности церкви. Вот видите, сколько раз я вам говорю, что внешняя церковная деятельность только тогда может иметь какое-то значение и смысл, когда она сопряжена, вы слышите, я не отрицаю, сопряжена с внутренней работой над собой, с объяснением людям, в чём она заключается, это внутренние работы. Постоянно нужно обращать внимание на духовную сторону жизни человека. Если мы не будем обращать внимание на это, так, учтите, одна внешняя церковная деятельность ничего не даст. Вы слышите? Ничего не даст. Об этом свидетельствует история с потрясающей силой. Революция 17-го года произошла только по той причине, о которой пишут со слезами буквально и рыданиями наши святые 19-го века, то есть предшественники этой революции. Церковный народ, я боюсь уже говорить церковь, церковный народ, простой народ, священнослужители, монастыри пошли не туда. Все бросились на эту внешнее благолепие, внешние торжества, внешние церемонии, златоглавости и прочие всякие вещи. Духовные школы – это внешнее богословие, забыли о самом главном. И результат 17-й год. Все было неспровергнуто в результате этого.